Итак, дорогие друзья, всем привет! Я сама в шоке, что это происходит спустя 7 месяцев. Я всё-таки решила, что ну блин, надо зайти в игру, надо, ну, просто надо. Ну, потому что новые персонажи, дофига новых лошадей появилось, я даже знаю, сколько, мне кажется, если их считать, то это просто там, по-моему, Морганы или Пицаны. Вот недавно Мустанги, там ещё кто-то, ещё кто-то, ещё кто-то, просто какие-то пони там, ещё что-то, но самое главное, это, конечно, обновление персов, новый интерфейс, куча сюжетных заданий, которые я не буду проходить, скорее всего. Вот, так что сегодня я просто хотела бы чуть-чуть вбросить вам какой-то контент, потому что сегодня я прочитала грустный комментарий. В последнем видео девочка написала про то, что вот как жалко, что плетсплейщики, там, любимые детства уходят, и ты не сможешь узнать, как бы, что они думают об обновлениях, потому что взрослая жизнь, типа, затягивает и всё такое. Вот, так что я решила, что, ну, блин, раз в полгода, наверное, надо, плюс, честно говоря, да, у меня правда сейчас... Давайте на фоне побегаем чуть-чуть, а то, что я встала, как пень какой-то. Вот, потому что у меня сейчас как-то прям жизнь активно начала развиваться, вот, и поэтому чё-то, если раньше у меня интерес к ССО был волнами, то сейчас это не просто волна, а это волна, которая ушла на вспад жёсткий, и я, в принципе, вообще не заходила, и, честно говоря, мне особо уже неинтересно это всё дело. Плюс Балдургейтс недавно, точнее, Балдургейтс третий вышел недавно, и я там тоже как-то чё-то зависаю чуть-чуть, вот. Ну, пока я только создала персонажей, всё, но играла в ранний доступ, мне понравилось, поэтому, возможно, я там буду утопать. Также Ассасинскрит Вальгала тоже, чё-то я туда залезла, вот. Потом иногда всё ещё, видимо, окей, сижу, прохожу сейчас с парнем, который у меня появился, вау, аплодисменты сейчас должны быть. Метро Ласт Лайт проходим, короче, вместе, очень, ну, в смысле просто метро, серию метро, тоже там третья часть ждёт нас, меня. Поэтому, честно говоря, ну, объективно сейчас меня Стар Стейбл вообще не привлекает, и поэтому я решила пойти на такое некоторое исключение, теория, компромисс, потому что, ну, в игру я не заходила очень давно. Единственное, что, как только вышло обновление персонажей, ой, извините, я зашла. Вот, ну, потому что мне всё-таки было интересно, и когда только бета-тестирование было, я прям следила за этой темой, я прям смотрела там какие-то прически, какие-то там чё, то есть мне это было, правда, интересно. Там, где тут камера-то, господи. Где камера? Видите, я уже всё, я забыла, как играть в эту игру. Забыла, где у нас там этот... А, всё, вспомнила. В общем, вот такие вот у нас персонажики, я следила за всякими этими бета-тестированиями, всяким прочим, вот, мне это было очень интересно, но в какой-то момент чё-то как-то я, типа, забила на всю эту тему. Вот, у меня был порыв снять видос, но я там то ли чё-то, мне там какие-то планы появились, в общем, у меня как-то это времени не хватило, можно так сказать. Вот, так что сегодня я просто хотела вам, Юшечка, порассказывать, что у меня в жизни происходит, вот, и, ну да, показать вам всё-таки моего персонажа, который теперь выглядит вот так, и в игре появляется так редко, что это просто, ну, вообще капец. Ну, ещё, наверное, мы с вами купим мустанга, потому что, ну, чтобы было хоть какое-то более-менее соответствие с какими-то актуальными новостями игры, потому что он, по-моему, только недавно вышел. Вот, мустанги, мустанги, и ещё, чего ещё, хотела сказать. Ну да, сейчас как бы ночь, и на самом деле я вообще не думала, что я буду снимать видос, потому что я буквально недавно вернулась из поездки, и послезавтра я поеду в Питер, мы поедем в Питер, вот, и у меня, считай, ну, короче, я думала, что я буду сегодня-завтра занята, собираться там, что-то как-то дома дела делать, а потом я такая ночью, так, а почему бы не зайти в СУСО, потому что потом начнётся учёба, в смысле, почему бы не снять видос? Потому что потом начнётся учёба, то всё, пятое и десятое, там, возможно, дай бог, работа, надеюсь, и, в общем, всё как-то у меня, наверное, вообще, меня не будет хватало идти в целом желания, тем более вряд ли будет, но я не знаю, конечно, ребят, это я, всё только чисто ради вас, на самом деле, потому что эти тоже, конечно, получаются с какой-то удовольствием, но в большей степени от понимания того, что кто-то это посмотрит, и, наверное, этот кто-то, эти люди, вы будете искренне очень сильно рады, потому что, ну, я, правда, сейчас редко делаю видосы, и это я их делаю сейчас только для вот такой, не знаю, самой моей важной такой сливочной элитной аудитории, которые прям, ну, потому что, господи, вы видели мои какие-то статистики и всё такое, мне сейчас вообще, честно говоря, типа, на это всё пофиг, я просто как бы хочу пообщаться с теми, для кого это ценно и важно, вот такие пироги, я на своём любимом Блэйзе, просто бубочка, одна из самых моих любимых лошадей, сейчас я вам скажу, вот, ну, боже мой, фпс, короче, по поводу мустангов, я тут долго думать не буду, конечно, этот на спирита, похоже, очень прекрасный и красивый, вот, также у нас там обновление системы, короче, взаимодействие с конём, теперь хрена с два, мы сделаем эту вот анимацию, качать до седьмого уровня, блин, вот, но лошадь красивая, правда, две лошади, которые на спирита похожи, это, мне кажется, в большей степени похоже, вот, просто шпирит, прекрасно ещё сделать такую гриву, если ему, это просто вообще, посмотрите, красотища, вот, но пастафины, которых я обожаю, мне кажется, в большей степени похоже на спирита, хотя это мустанг, но пофиг, вот, и вот такой-то халабайс, но мне очень понравился вот этот вот, он прям очень такой красивенький, голубой глаз просто свёл меня с ума, как бы, поэтому давайте его купим, это 919, блин, старкоинцев, это будет у нас жеребец, это будет у нас взрослый жеребец, который будет у нас, если наугад, гордый эмигма, мудрая подруга, ладно, давайте просто возьмём какую-нибудь алый, азартный, боже мой, опять это всё, беспокойный, у меня уже был, по-моему, беспокойный, благородный, богатый, бодрый, бодрый, буйный у меня тоже был, великолепный, тоже был верный, по-моему, был, водяной, волшебный, вороной, вспыльчивый, ладно, давайте, господи, можно мне жеребец, жеребеца мне, пожалуйста, угольный, осенний, почему у меня только долларовый, почётный, великий, блин, это надолго, высокая, шикарная, помогите мне, ой, ладно, всё, короче, давайте он будет гордый, горящий, горавская гром, пусть это будет гром, пофиг, гром, авочка, гром ангел, гром атака, прикольный, кстати, гром, бархат, гром, безумие, гром, близнец, гром, богатырь, гром, булочка, гром, вафелька, гром, ветер, гром, вихрь, гром, ворон, гром, герцог, ладно, пусть это будет гром, майор гром, во, майор гром, прекрасная лошадь, майор гром, это вообще, ой, как здорово, мы так рады нашему конюшню, капец, нашему, это будет у нас майор гром, кстати, я теперь в этой тусовке, комиксы, читанные, фильмы смотрены, супер тема, мне понравилась очень, давайте отправимся в конюшню, ой, мамочки, вот, так что, всё, короче, майор гром с нами, давайте поедем, поскачем в наш Вэлдейл, как беде, значит, по поводу того, что сейчас происходит в моей жизни, я скажу так, последнее видео, ну, одно из видео, которое я делала полгода назад, я там рассказывала, что я нашла работу в эпатерапевтическом центре живая нить, но сейчас так получилось, что я там полгода поработала, получила много опыта, удовольствия, радости, общения с лошадьми, но сейчас центральный московский подром закрыли на реконструкцию, короче, помянем на самом деле, потому что это очень грустная история, всех рысаков оттуда выгнали нахрен, и, скорее всего, для, в целом, московского, не вочисто с точки зрения орловских рысаков, это просто фиаско жёсткая, потому что всё, вот, и, как бы, я снова, ну, они переехали, этот центр переехал на территорию Битцы, мне туда будет очень неудобно ездить, к сожалению, вот, поэтому мне, как бы, пришлось отказаться, вот, и я теперь туда не буду ходить, но при этом я, правда, получила очень много радости, счастья, и, вообще, не с конями меня просто вывело на какой-то новый уровень, мне было очень приятно там быть, вот, с прекрасными людьми, очень тёплыми, добрыми, познакомилась с близкими, близкими по духу мне, вот, плюс, опять же, какие-то небольшие деньги, но были заработаны, я вообще туда бегу или нет? Да, я туда бегу, только не по дороге совсем, вот, так что, да, это был такой этап в моей жизни, сейчас, как бы, эта тема подзакрылась, я надеюсь, что, дай бог, у меня получится всё равно, есть там вариант один, как мне продолжить работать с конями, ну, скажем так, быть, не работать, а быть, скорее, вот, я пока, ну, это, возможно, короче, образуется, я пока не знаю, потенциально, вот, также, что, сейчас у меня второй курс магистратуры на психфаке, учусь, буду писать диплом, короче, магистрский, ещё раз, ещё один диплом буду писать в этом году, вот, так что у меня будет учёба, также к моему, к моей радости и счастью, сейчас у меня какой-то движ появился в плане личной жизни, что тоже очень приятно, причём это было довольно, так, необычно, потому что, ну, было у меня, короче, такой некоторый личностный, скажем так, кризис, в результате которого я внезапно осознала, что я сама себе внутренне не разрешала просто как-то жить счастливо, свободно, и независимо от всяких психологических травмоустановок, учитывая, несмотря на то, что я, как бы, бакалавра-психолога 4 года отучилась, всё равно какие-то, ну, в общем, вот, у меня был какой-то внутренний запрет, и какой-то момент я себе просто, у меня пробило, короче, меня плотину пробило, и как-то я сама осознала, что я сама себе стопорила и запрещала эти все дела, вот, в целом быть счастливой, свободно жить, и как-то так получилось, что буквально там ещё произошёл ряд событий, и у меня как-то так, хоп, и появились отношения, я такая, думаю, офигеть, круто работает, вот, так что, в общем, тоже, как бы, движ интересный, любопытный, как бы, и как бы это тоже, собственно говоря, вносит какую-то активность в мою жизнь, поэтому вот эти вот полгода, они были на таком каком-то прям режиме мощном, вот, и быстром, и интересном. Так, давайте, где нашу... Господи, где моя лошадь? Снова моя лошадь? Ой, боже мой! Где же ты? Может, он здесь? Вот он! Гром! Хе-хе, клёво! Майор Гром! А также я купила вот этого, это Шторм, это какой-то, я не знаю, вообще что это за лошадь? Я забыла, какая-то порода, какая-то кондоверская, что ли? Блин, боже мой, ужас! Вот наш Мустангик! Давайте мы игру... Эх, я забыла, как тут всё вообще, что тут делать? Шо тут делать? Вообще, как играть в эту игру? Что тут? Ну, вообще, интерфейс стал поприятнее, потому что синие вот эти полоски меня, честно говоря, удручали немного очень. Привет! Майор Гром! Так, боже мой, погладить можно? Теба Тунечка, ты какой колёсик! Поветик! Правда, боже мой, мой персонаж просто как кабан на нём выглядит. Привет! Нет, он миленький, хоть мы, конечно, слишком большие для него. Он миленький, такой колёсий, глюбоглязик. Похож он по цвету вот на этого, на пейнтхорсика моего. Ладно, короче, чё я обещала это? По поводу обновления персонажа, честно говоря, единственная, ну, реально, единственная радость это то, что у нас стало посимпатичнее лицо и как бы прически. Прически, это правда клёво, учитывая, что они все остались, то есть, если посмотреть, то по макияжам у меня как бы их не так много, но в целом я вот с каким ходила, с таким и хожу. Вот, что касается причесок, это правда прикольно, потому что, как уж вам показать-то, господи. Ладно, короче, косички клёвые, они у меня и были, всякие корешки, вот это прям прикольные, беленькие, эти так же, как обычные выглядят, прически. Вот, вот это вот, в котором я обычно ходила, но мне она так не очень нравится, всякие хвостики, кудряшки вообще замечательные, прикольные короткие, фэшнебельные, так сказать, но мне больше нравится, как бы, моя прическа, которая у меня сейчас есть. Вот, одно из самых главных расстройств для меня в этом всём деле заключается даже не в том, что они какие-то неуклюжие, и то, что пропорции тела мне эти не нравятся, и не потому, что все там начали орать, что ой, толстое телосложение, какой ужас, а просто пропорции тела, потому что я смотрю на это, и я не чувствую, что я на неё похожа, потому что у меня другая фигура, у меня талия, ну, то есть, как бы песочные часы, это в целом пропорции по-другому выглядят, и поэтому я как-то не могу себя ассоциировать с этой девушкой. Что ж самое, самое обидное? Всё вот это добро, которое я копила, складировала, оно выглядит как-то мне не нравится, короче, как это выглядит, особенно топ. Это просто вообще... Господи, что это? Ну, короче, это очень обидно, потому что у меня столько добра, столько всяких каких-то балахонистых вещей, и они выглядят как-то... мне не нравится, как это выглядит, а не все эти вещи покупались на другое телосложение, к которому они подходят. Нет, что там, например, это выглядит хорошо. Я не спорю, есть, конечно, есть исключения, но вот это всё куплено на мои деньги, блин, кровные. Выглядят хреново, вот, поэтому мне как-то от этого грустно. Плюс, конечно, честно говоря, немножечко нелепо, вот она бегает, так что, в общем-то, такая моя печаль небольшая, вот, но я чувствую, как много они денег будут скрипти за эти самые... Господи, звёздочки появились, смотрите, за счёт косметики различной. Давайте, молковочку мы дадим. Вот, что такое, что на колё... Чего? А, то есть, мы теперь... Боже мой, мы даже сейчас не можем... гром верит в свои силы, ой, ладно. Господи, хорошо, ладно, ой, ладно. Ура! Выглядит прикольно, кстати. Анимация, это мне понравилось. Давайте попоим, тоже сейчас может повыситься уровень, боже мой, мы даже... Подождите, я хоть не скажу, что я сейчас даже бегать с ним не смогу. Вы что, прикалываете, что ли? Да ладно. идти в бубочку. Нет, ну это прикольно, что они так сделали про повышение уровня, но, честно говоря, немножечко пугает, то, что, видимо, сейчас даже бегать не смогу. Что за приколы вопись такие? Ну-ка. Нет, господи, слава богу, могу. Я уже испугалась. Он такой маленький! Я на нём просто как какая-то кабаниха выгляжу. Простите, пожалуйста, на пуни, наверное, это просто будет жесть. Нет, так, это перс симпатичный, но, честно говоря, он такой себе. Короче, я ожидала большего. Вот. Лошадь всё замечательная, мне нравится. Как бы, мы сейчас, конечно же... Стой. Мы сейчас, конечно же, не сможем посмотреть её прекрасную анимацию, но можем сделать вот так вот. Нет, лошадка клёвая, кстати, мне нравится, реально. мне прям очень нравится. Давайте сделаем время дня. Ой. Вай, 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 вай. Не лошадка клёвая. Очень симпатичная. Мне кажется, они в этом плане постарались. Единственное, что, конечно, маловатенькая она какая-то малыха. Мне люблю больших лошадей, но я так понимаю, что сами мустанги, как порода, в принципе, не крупные. Вот. Давайте попробуем надеть на него амуницию. Не знаю, конечно, как это будет выглядеть. Как-нибудь будет, наверное. Ну, такая, короче, маленькая, симпатичная лошадочка. Такая лошадуленька. Микро, микро, микро лошадь. Вот. Я даже не знаю, где мне с вами побегать-то. Вот. Так что, в целом, я сейчас, как вы, даже, наверное, по-моему, голосу видите, не получаю такого сумасшедшего удовольствия от этой игры. Вот. Поэтому и не вижу смысла что-то снимать, потому что, опять же, сейчас я, как была верно подмечена в том комментарии. Взрослая жизнь действительно вносит свои коррективы и элементарно нету какого-то такого же таких же эмоций от прохождения игры и просто, как бы, какие бы, есть определенные жизненные этапы, да, и в какие-то теории что-то для нас играет очень большую роль, и я могу сказать, что каналы, в целом, лошадки эти играли и творчество, господи, сериалы эти, вот эта короткометражка, вот эта, это было просто супер творческая реализация на самом деле. И я очень благодарна этому этапу в моей жизни, этой игре, в принципе, потому что она действительно, как бы, мне прям очень-очень-очень в этом плане, не знаю, как сказать. Ну, короче, сыграла, правда, большую роль. вот такой вот у нас только почему-то наш персонаж вообще никак не это, своими руками, он все сгораживает, блин. Что вообще за, что такое? Мне не нравится. дитя такой, нет, он клевый, мне нравится очень-то ловить, вот такой клевый, такой забавный, такой оси, такой. И перст такой, Я хочу еще скриншот Можно мне скриншот, пожалуйста Скриншот мне Да блин О, нормально Успела Контраст, яркость Нет, это вообще Просто Преклассное животное Мне очень, я очень рада этому животному In my life Ну вот Классный Видите, как бы Это все, что я могу вам сказать Относительно А может даже сейчас эмблему сделаем Типа Логотип Нет Такой бубов Псцель, такой Клевый Так, фигак Вот Так что, короче Да Сейчас у меня В жизни, да Такое всякое происходит Поэтому Нет, я очень рада Я как бы на самом деле Радуюсь Несмотря ни на что Стараюсь жить Просто Максимально Полно Получать действительно Радость И счастье И удовольствие Чувствовать его Каждую секунду Ситуация в мире Конечно Заставляет Понимать И осознавать Хрупкость И ценность Человеческой жизни Что особенно Отрезвляет Когда Печалишься Грустишь Потом внезапно Вспоминаешь Что на самом деле Мы как бы здесь Очень ненадолго Земная жизнь Очень коротка Наша И меня лично Это не вгоняет В депрессию А наоборот Дает как бы Новые силы Чтобы с большей степенью Трепетности И осознание Ценность Каждой Секундочки На минуточку И минуточки На секундочку Вот Для меня это работает так Что я наоборот Как бы ценю Здравствуйте Хафлингери Добрый день Добрый вечер Вот Так что Я на самом деле Очень счастлива Сейчас И как бы Наблюдаю за собой За своим жизненным путем За своими Какими-то Радостями За своими Чувствами Мыслями Короче Стараюсь жить Максимально Осознанно Вот И Как бы Будьте Какой-то Клевый 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 Пупсик Хотеть Я его Конечно же Не буду Играть Скорее всего В эту игру Ближайшие Полгода Тоже Не буду Что у нас Тут есть О май гад Просто Идеальные Эти самые А также Хочу сказать Что я за это время Успела посмотреть Лапенко Внутри Лапенко Это просто Потрясающе Я вам хочу сказать Это изменило Мою жизнь Я теперь Просто Как бы Это просто весело И Это прекрасно Я же Если вы не смотрели Внутри Лапенко Обязательно Не лишайте себя Что это А Я поняла Вот Не лишайте себя Удовольствия Вот А я не смогу А я могу Его вести Там же скажут Что это по достижению Уровня какого-то Нет Пофиг Ладно Как закончить Это делать Как закончить Это делать Как мне сесть На мою лошадь Господи А вот Как мне сесть На мою лошадь Эй А Все понятно Грум Майор Грум Вот Солнышки Мои любимые Так что Блин Ну Такие дела Как бы Я помню Что еще на Новый год Когда я писала Пост Поздравительный В своей Новогодней группе В смысле В своей группе Вконтакте Которая сейчас тоже Чуть-чуть мертвая Вообще Все это время была И самое забавное Что я там писала Ой Ура Я Ребята Обещаю Держать вас В курсе Если буду пропадать И в итоге Настя исчезла На 7 месяцев Почти ничего Не писала Вот Просто Как раз С января Начался Вот этот Движ Весь Какой-то И с лошадьми И с отношениями Меня как-то Это все Всосало Очень приятным Образом Я как-то Окунулась В общем В реальную Жизнь Которая Мне Мне Как-то Очень Так Приятной Такой Стороной Повернулась Ко мне Вот И как бы Да Поэтому Сусо Выпало Чуть-чуть Очень Выпало У меня тут Дофига заданий Я их проходить не буду Потому что Мне это скучно Мне это не интересно Простите Пожалуйста Я хотела Зайти В лайв Магазинчик Может Что-нибудь Есть Но Сейчас Гряз Сомневаюсь Какая-нибудь Хриняна Как всегда Наверное Какая-то У нас Суздечка Какой-то Вальтрап Ну Кстати Нормально Вообще Можно Взять Пусть Будет Ну О Какие Мы Теперь Фиолетовые Ну Нет Мне не нравится Вообще У нас Как бы Есть Ой Мамочки Есть У нас Вот это Вот Вся Дело Вот Это Вся Ой Ну Ладно Стойте Как Стоите Всякие Вот Такие Вот Всякая Такая Нежнятинка Вот Это Такое Вот Куча Куча Этого Всякой Этой Хрени Только Отдавай Свои Деньги Мне кажется За время Моего Отсутствия Просто 100 Страниц Этого Шопа Появилось Так что Я надеюсь Вы с пониманием Скажем так Отнеслись Ко моему Отсутствию Тем более Что Так или иначе Со временем Как бы Популярности И всякого Такого У каждого Времени Свои герои Как говорится Я очень рада Что сейчас Есть ребята Которые Продвигают Всю эту тему С уво Сейчас вообще Дофига Всяких Летсплееров Вот С разной Аудиторией С разными Скажем так Не знаю Стилями Введения Всяких Блогов И не блогов Ну короче Летсплея В смысле Вот Я очень рада Что эта ниша Не пустует Я в какой-то Период внесла Свой такой Мощный вклад В развитие Всего этого И получила Сама Огромный фидбэк Огромное удовольствие И радость От Какого-то В общем Участия В этом Всем Вот Так что Да Как бы Это был Определенный Этап И я это Прекрасно Понимаю И как бы Я считаю Это закономерно Вот Так что Если вы будете Спрашивать Когда следующее Видео по ССО Просто не спрашивайте Потому что Я не знаю Ответа Возможно Ответ вам Не понравится Ну я Опять же Я его Не знаю К сожалению Вот Это кто Понимаете Вот Поэтому В общем-то Да Вот такие дела Ну такая Прикольная лошадка Я на самом деле Реально Раз в три месяца Где-то Захожу Просто иногда Из серии Побегать Потому что То что я сейчас Сделаю С вами говорю И бегаю Мне не интересно Ни квесты Ничего Реально Ну может Максимум Вот так На лошадку Посмотреть Но на этом Все заканчивается Вот Поэтому Потому что Я сейчас Короче Повернуто Больше в сторону Более таких Серьезных Интересных игр Которые я Либо Проходим Вместе И не хочется Это как-то Выносить На В интернет Либо я просто Играю сама Отдыхаю У меня там Как-то Честно говоря Не очень комфортно Ну не очень хочется В общем Какое-то время Для себя Снимать Летсплей Поэтому В общем Такие делишки Мои хорошие Дорогие друзья Тут у нас вот Спирит Еще один стоит Вот это вот Как она там Называется Как эта порода Называется Господи H&M Молын Живая легенда А это Какая-то Типа Супер лошадь Она старая Как будто Будет Такая масть Ладно Они одинаковые Вообще-то Че они тут стоят Две разные Вот Так что Да Наверное Буду это Закальчивать Потому что Больше Я не знаю Что тут Делать Вот Так что Да Надеюсь Вы правда С пониманием К этому Тему отнесетесь И опять же Это видео Исключительно Для тех Единиц Которые Со мной Долго Которые Просто ждут Надеются Верят И вот Этот контент Эти ночные Болталки Для вас А я пойду Уже Отключаться И спать Потому что Сейчас Время близится К часу ночи Завтра Мне нужно Собирать Мои вещички И Уже Глажиться Спать Рано Потому что Рано 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 Утром Короче Продолжат Самые Летние Приключения И Как бы Петербург Ждет Короче Вот Так что В общем Рада была С вами Повидаться Действительно Прям Ну Это было Приятно Опять же Не знаю Когда еще Это будет Если будет Вот Но надеюсь Что Вы Рады Счастливы Или Хотя бы Стараетесь Радоваться И быть счастливым Потому что Как поется В одной песне Счастье Это только Взгляд на мир И ничто иное И это Сто процентов Я с этим согласна И в этом Не сомневаюсь Вот Так что Мы С моим Новым Дружком С громчиком Майорчиком Громчиком Симпатичнейшим Кониной Так что Поняла Что я Не изменила Этот самый Во Желаем вам Доброй ночи Хорошего дня Желаем вам Просто Стараться Быть С собой Честными Искренними И Помнить Что действительно Жизнь наша Очень мимолетна К сожалению Вот Но К счастью Именно Это Осознание Точнее Именно Осознание Этого Делает Нашу жизнь Наиболее Яркой Мощной Уникальной И Счастливой В моем Случае Вот Так что Очень сильно Вас люблю Обнимаю Продолжаю Последние Недели Лето Просто Отдыхать Перед тем Как ворваться В Новый Год И Да В общем Жить Реальную Жизнь Так что Обнимаю вас Крепко С вами Была Ваша Настя Лир Всех Вас Очень Люблю Всем Большой Удачи И Всем Пока